Микс Ньюс. Блондинки не шутят. На Радио Болтком. По пятницам после шести вечера. Тема программы «Золотая молодежь». Ну что ж, вот и пятница, вот и блондинки в эфире. Елена Лукьянова, Кюля Писпанин. В гостях у нас сегодня Мансур Абдулмуслимов, предприниматель. Чуть попозже он сам немножко расскажет, представит свою биографию. Вы поймете, почему именно его мы позвали сегодня на эту программу. Тема у нас «Золотая молодежь. Серебряная ложечка во рту помогает или мешает в дальнейшей жизни». Звоните нам, пожалуйста, до телефона прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Высказывайте свои мнения, а я объясню, каким образом у нас распределились силы сегодня в студии, например. Вот сижу я такая, бессеребреница, гопота даже, можно сказать, выросшая в порту. Родители мои из деревни, без высшего образования, никаких серебряных ложечек, естественно, сроду не видывала. По правую руку от меня сидит Елена Лукьянова, которая как раз-таки та самая «золотая молодежь», но советского разлива. Да, Елена? Ой, ну, в общем, считается, что так. Расскажи для тех слушателей, кто не знает, что значит фамилия Лукьянова. Да, я дочь последнего председателя Верховного Совета СССР и должна как бы быть причислена к «золотой молодежи» советского периода. Был такой термин в Советском Союзе. Я не знаю, что это такое, честно говоря. Правда, мне приходилось как-то наблюдать почти издалека тусовки там внуков Брежнева, племянников. Но для меня самой… Я помню, как папа попросил меня выйти из дома, и мы с ним ходили вокруг моего дома. Он сказал, ты знаешь, завтра меня изберут секретарем ЦК КПСС. И я начала плакать. Я начала плакать и говорила, ну все, ну теперь покоя не будет, жизни не будет, это будет охрана, это будет ужас. У меня тогда уже был ребенок на грани школы. И бедный мой ребенок действительно ходил в школу с охраной, меня, слава богу, это не затронуло. Бедные родители не могли даже грибы в лесу собрать, потому что дорожки были обтянуты сигнализацией. Нырял папа в море с охраной, он хорошо глубоко нырял, и однажды нырнул так глубоко, что арханники, нырнув за ним, стукнулись лбами, а он потом тихоря в углу потирал руки и хихивал. А что это такое было? Да, наверное, по сравнению вот с Кюльчем и другими ребятами у меня была, было, было с детства некоторая серебряная ложечка, если сегодня это можно назвать серебряной ложечкой, потому что у меня была нормальная медицина, нормальная школа, как у детей, в общем, всех советских чиновников, у меня была нормальная еда даже в кризис, потому что был спецбуфет цыковский. В общем, сегодня это все должно называться политической коррупцией, по большому счету. Давайте вот называть все своими именами. А вот в отношении всего остального для меня это было страшное бремя. Я безумно любила своего отца, вы, наверное, знаете, что мой отец ушел, умер только в январе этого года. Мы безумно похожи, у нас даже одинаковые почерки, и одинаково мы высказываем некоторые мысли. Это так получилось на бумаге. Но для меня это было страшное бремя, потому что, конечно, к детям чиновников говорили в спину все, что думали. И поэтому я должна была быть лучшей. Я должна была не только оправдать доверие, я должна была пойти наперекор вот этому мнению. Я слышала, как однажды мне в спину бросили, что за меня написали кандидатскую диссертацию. И я должна была стать лучшей. Я не могла заниматься сама серьезной политикой до того момента, пока мой отец не перестал быть большим публичным лицом, а перестал он быть публичным лицом только в 2003 году, потому что после ареста 1991 года и нахождения полутора лет в тюрьме он был, избрался депутатом Государственной Думы и был председателем Комитета по законодательству Государственной Думы о нескольких созывах. Вот пока он был на публичной арене, я фактически не могла, не имела права, не считала это корректным. Сама вылезать вперед я все время была в тени. И только после его ухода с политической арены, вот тогда я уже стала и адвокатом Ходорковского, и публичным человеком, и стала громко говорить вслух. Это бремя. Для меня это бремя, бремя ответственности, бремя «мы не имеем права ни в чем подвести раз, и мы должны стать еще круче и лучше». Вот как-то такая история. Кто как скажет. Может быть, это привилегия, наша трудная привилегия. Привилегия через бремя. Вот такая моя история. Да, но это все-таки в основном затрагивало твое взросление, советское детство, а потом уже, как ты говоришь, времена Новой России. И тогда было совсем другое отношение все-таки, мне так кажется, как стороннему наблюдателю, как журналисту. Мне кажется, было другое отношение к той самой золотой молодежи, к привилегированным деткам. Деткам, чиновникам. Они должны были вести себя скромно, они не должны были выпячивать свои блага и привилегии. Ну, все-таки не все так. Нет, понятно, что не все. Если известны какие-то там загулы Галины Брежневой и так далее, окей, это общие места. Но все-таки в массе, в большинстве своем считалось, что дети не должны выпячивать фамилию родителей, выставлять их на свет, это может им навредить и так далее, и так далее. Сейчас мы видим совершенно обратную ситуацию. Вот эти вот золотые детки, дети чиновников, дети просто богатых людей. Дети коррумпированных чиновников. Коррумпированных в основном, конечно. Других, к сожалению, в России не бывает. Дети просто богатых людей. Они совершенно не стесняются, они наоборот этим хвастаются, проводят какие-то бешеные гонки на дорогущих машинах в Москве. Бесконечно аварии. Плавают на яхтах. Когда покупают за миллионы долларов каких-то звезд на две минуты себе на день рождения. Ну, то есть это какое-то абсолютное выпячивание, которое, мне кажется, присуще только, знаете, таким вот азиатским, не знаю, характером скорее, да? Вот чтобы все дорого-богато, вот такое золотое на серебре. Мне кажется, в Латвии все-таки не очень такое. А в Латвии совсем такого нет. И вообще в старой дневной дневной такого нет. Посмотрите на Ирину Малыгину, посмотрите на Филиппа Липмана, посмотрите на многих наследников хороших, в общем, производства, состояний. И мы видим людей, которые тоже стараются не просто не подвести своих родителей, но принести другую славу, новую славу своим фамилиям. И вот об этом мы сейчас, конечно, спросим нашего гостя, потому что у нас как раз, собственно, сидит такой продолжатель рода, предприниматель, молодой предприниматель Мансур Абдулмуслимов. Мансур, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, вашу историю, расскажите, что вы продолжаете, что вы начинаете новое. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Если, ну, чтобы, наверное, люди, которые нас слушают, лучше понимали вообще меня, мою историю, то, наверное, я сразу обозначу, что я не отношу себя к золотой молодежи. Я отношу себя к воспитанной, к думающей и, самое главное, к образованной молодежи. И если немножко так рассказывать свою историю, то, ну, не может чеченский парень, который большую часть жизни прожил на югле, относить себя к золотой молодежи, как бы сильно этого не хотел. И если так вкратце рассказывать свою историю, то до 16 лет я родился в Юрмале, прожил в Латвии, и в 16-летнем возрасте мне посчастливилось, благодаря тем самым привилегиям, о которых мы говорим, благодаря труду и работы моих родителей, моего отца, у меня появилась возможность ехать за границу. Ну, два слова про отца. Двух слов не хватит. Ну, хорошо, он сказал. Ну, хоть чуть-чуть. Наследником какого, чего вы являетесь? Вот откуда труды от вас? Во что они уложены? Расскажите, пожалуйста. Это же, я так понимаю, рызык на мясокомбинат крупный. Ну, мы воспитывались как по старым чеченским аристократическим правилам. То есть, у нас никогда не было в чем-либо изобилия, излишков. Мой отец, как бы, всего добивался сам на пути жизненном. То есть, я, как старший сын, смог увидеть весь его такой сознательный, трудоемкий процесс работы. И я научился это уважать. То есть, с раннего возраста я с удовольствием всегда работал на разных предприятиях, которые принадлежали моему отцу. На том же Резек Насгалис Комбинат, который его назвали. Я там в 15-летнем, 16-летнем возрасте стоял упаковщиком, стоял там, то есть, ну, на всех абсолютно этапах производства. И получал от этого удовольствие, потому что это опыт, который всю жизнь потом тебе будет приносить только пользу. Ну, я немножко возвращаюсь к своей истории, чтобы так закончить ее логически. Я в 16 лет уехал в Швейцарию, и вот уже в Швейцарии, оказавшись в довольно известной школе, про которую писал Пол Хлебников, Лерозе, там вот я соприкоснулся не с просто золотой молодежью, а, ну, с элитой этого мира. То есть, эту школу закончил японский император, и послужной список огромный. Крем-ду-ля-крем. Крем-ду-ля-крем в лучшем, то есть, когда Европа горела в огне Второй мировой войны, эта школа по такому же расписанию, по которому учился там я, существовала, и дети Рейха, и так далее, и так далее. То есть, я там познакомился со всеми европейскими, известными, американскими фамилиями. Это Ротшильды, это Рокфеллеры, это Гетти, это Хабсбурги, это королевские семьи, мой одноклассник принц Бутана, его старший брат был коронован в 2010 году. То есть, это очень-очень разная-разная публика, и вот их можно назвать золотой молодежью, но это как бы элиты. Мы даже вместе с тобой шутили, что если с кем-нибудь из детей, которые здесь учатся, что-то случится, то Третьей мировой войны не миновать. То есть, ну, даже так. И видя эти привилегии, которые у людей как бы, ну, вот с высшего эшелона, да, я, видно, в череду своего воспитания очень сильно отрефлексировал то, как они относятся к этому, то, как они распоряжаются вот этими благами, которые им посланы. Потому что, мне кажется, до градации «человек хороший-плохой» в моем личном наблюдении жизненном, человек делится на благодарного и неблагодарного. И это во всех аспектах. То есть, человек, который благодарен просто за то, что у него есть жизнь, просто за то, что он живой, за то, что у него есть две ноги, две руки, он проснулся, он дышит, он уже будет немножко через такую призму вечного на все смотреть. Он не будет так поверхностно, так материалистично рассматривать, расценивать свою жизнь. И там вот это был, наверное, такой наглядный пример для меня, что в этой жизни люди, которым не способны самые сильные вообще блага, то есть, ну, их на самом деле, видно, так вот, ну, Бог любит, что он столько им дал, и что они с этим делают? А что они с этим делают? Как вы считаете, они правильно распоряжаются с этим? Я не судья, чтобы судить, ну, кто как им распоряжается. Из моих наблюдений, конечно, огромный фактор – это расточительство, да, то есть, это беспринципное расточительство, расточительство похабное, такое, которое… То есть, все-таки это распространено тоже, ну, вернее, не тоже, если уж сравнивать с Москвой, да, с поведением русской молодежи. Русская молодежь с жиру бесится по своим возможностям, а богатейшие семьи Европы по своим возможностям. То есть, ну, это просто, это масштаб разный. То есть, кто-то по Кутузовскому проспекту на Гельнвагене накатывает 200 километров, кто-то у себя в замке устраивает какие-то пиры, которые, там, может быть, не совсем пристойные для некоторого общества. То есть, ну, это просто масштаб разный, масштаб бешенства, я бы сказал бы, разный. Но, несмотря на это, всегда есть личности, всегда есть исключения из правил, которые будут, независимо от вообще своей родословной, вести себя благородно. Я встречал людей, которые, как вы сказали, гопники, которые вели себя благороднее, чем дети королей и императоров и так далее. Я также встречал людей, которые из самых известных семей, и они достойны вот этого имени, они достойны этого звания. И, ну, жизнь разная. Ну, вот такое ощущение всё-таки складывается. Я не очень, всё же, нет, я совсем не знаю, там, да, богатые семейства Европы, в отличие, там, от российских, например. Вот, но почему-то, во всяком случае, со стороны складывается такое ощущение, что там всё-таки всё равно более сдержанно себя научаются вести дети. Даже когда у них изначально в рюкзаке намного больше, чем могло бы быть. Как-то научают, да, в основном родители стараются посылать их проходить весь этап, вот как вы говорите, что на комбинате работали там фасовщиком и так далее, и так далее. То есть, если они хотят, чтобы их дети продолжали их бизнес, то этот ребёнок должен пройти абсолютно все ступени, всю иерархию, а не просто сразу прийти и в 20 лет стать директором завода, например. Да, во всяком случае, складывается такое ощущение, потому что в России, например, совершенно, к сожалению, то, что мы видим, во всяком случае, наглядно, да, совершенно не стесняются сделать детей 20-летних президентами банков, здравствуйте, Валентина Ивановна Матвиенко, там, и так далее, и так далее. То есть, можно бесконечно перечислять, да, какие госкорпорации занимают посты детки очень успешных чиновников. Видимо, только потому, что они дети, они, наверное, и становятся директорами этих госкорпораций, а не потому, что они очень талантливы. Ну да, там богатства молодые, видите, здесь, ну, в Европе это поколение, поколение, они уже научили проявить это. То есть, вот это старые и молодые деньги, тоже ведь разница, да, есть? Да, и от этого никуда не денешься, это естественный такой, как бы, процесс становления, вот, ну, привыкание к тому, что вот есть эти богатства. То есть, ну, это же ситуации разные в России, в Европе. В России сегодня человек богат, а завтра у него ничего нету, и это уже такая, как бы, ну, история, к которой люди, ну, привыкли, они даже согласны с этими правилами, живут там, но в любой момент у них может ничего не стать. В Европе все равно какие-то гарантии, то есть, там, ну, семья не может в один день просто потерять все. Поэтому у них, соответственно, и вот немножко такое отношение другое, воспитание другое. Но то, что многие из них, кто, ну, от высшего эшелона, да, люди, что не хватает им немножко вот этого додать своим детям, то это, в принципе, я вижу везде, и в Америке, и в Европе, и в России. Ну, а что это, на Ваш взгляд, качество серебряной ложечки зависит все-таки от культуры в семье, от того, сколько родители времени уделяют своим детям? От чего? Я считаю, что твой дух и есть твой истинный щит. Вот ребенку, которому родители, там, отец, мать, да, вот смогли объяснить, что есть себялюбие такое, как бы, как христианское человеколюбие, то, о котором Иисус говорил, да, а есть нарциссическое себялюбие. И это абсолютно два разных, вообще, две разные точки мышления. Ну, скажите, вот вам отец уделял много времени? Потому что мой отец, вот, вопреки распространенному мнению, что советские чиновники очень поздно приходили домой и не занимались своим детьми, мой отец уделял мне с самого рождения огромное количество времени. Это именно он научил меня собирать марки, писать и читать стихи. Это он меня научил читать книги. Он огромное количество времени уделял своему ребенку, мне и своему внуку. Может быть, поэтому так и получилось. Давайте послушаем дозвонившихся, может быть, узнаем, что творится в Латвии с золотой молодежью. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать не про теперешнее время. Вот я когда росла, я училась в школе, где было много действительно представителей золотой молодежи. Папы работали, мамы не работали. В родительских комитетах, в школе, в институтах, подарки преподавателям, все. Дети шли очень легко, им делали поблажки и тому подобное. А потом уже после школы, вот я многих вспоминаю, когда надо было брать ответственность на себя, мальчики спивались. Ну, девочки там замуж удачно выходили, а ребята спивались, к сожалению. А вот кто из Голубинки, из провинции, вот те очень хорошо поднимались. Спасибо. Спасибо. Вот такое мнение, что если у тебя, как считается, да, вот эти понаехавшие в ту же самую Москву, нерезиновую, вот они с чем отличаются? Почему они так упорно и активно умеют двигать локтями? Потому что у них все время пустой холодильник, а у Москвы всегда полный холодильник. Вот, это опять же про те же самые, на самом деле, ложечки там, да, есть у тебя щит, который тебе предоставляют родители, ты всегда знаешь, что, если что, можно за него спрятаться, это всегда помогут, помогут, спасут и так далее. Либо ты ни на кого не надеешься и выкарапливаешься сам. Эль, а вот скажи, пожалуйста, вот ты жила тоже в советское время, вы на нас смотрели, на этих детей-чиновников, что вы о нас думали? Да ничего хорошего не думали, естественно. То, что ты говорила, я не знаю насчет там говорить кому-то, мы просто на самом деле не то чтобы часто... Да я вообще о вас ничего не думала. Сталкивались с какими-то сильно привилегированными чиновниками, потому что мы жили в простом порту питерском, вот, но, естественно, то есть, как бы, это же не только чиновничья каста, да, золотая молодежь, это дети директора магазина, которые всегда одеты получше, едят получше, и у их родителей есть блат во всех других местах, которые взаимодействуют. Ведь совок – это же было бесконечное общество взаимовыручки и блата, вот, если у тебя нету этого всего, да, ты никогда не съешь хороший кусок мяса, ты будешь бесконечно ходить и покупать в магазине эти обглоданные кости. Если у тебя есть мясник, так это называлось, да, ты приходишь... Ну, конечно, я помню прекрасно, как я завидовала дочке директора магазина, одноклассницы, у которой были снегоступы и пуховик, которого не было ни у кого вообще, естественно, и не могло присниться ни в каком радужном сне, что у тебя такое когда-нибудь появится. Вот, конечно, естественно, конечно же, не было никакого там злодейства по отношению к этим детям, но зависть, конечно, была. И, конечно, я вот не знаю, вот интересно, конечно, было бы сейчас посмотреть, проследить пути этих детей, там, да, ну, например, которых хотя бы я знала, да, что они там жили сильно лучше средней массы. Вот. А помогло им это, в принципе, в этой жизни или не помогло? Вот это, конечно, очень интересно. Вы сказали очень важную вещь – зависть была. Конечно. Опасное, опасное чувство. Очень. Опасное чувство. Самое ужасное. Если мы, ну, вообще просто посмотрим, там, Рига, Москва, неважно, большинство золотой молодёжи – это будут, ну, психически немножко неустойчивые дети, часто зависимые от или алкоголя, или от наркотиков. И вот здесь вот этот риск, что мы, когда говорим о них, или какой-то завистью, что-то, ни в коем случае нельзя так делать. Вот, ну, вы знакомы, да, я учился в одном колледже с сыном Ходорковского. У нас разница в возрасте, он старше меня, но я помню, как наша учительница по истории рассказывала, что… Павелом? Ну, со старшем. Да, да, да. И вот наша общая учительница по истории рассказывала, что на одной из презентаций Павел рассказывал про компанию своего отца. Юкос. Про Юкос, именно. И вот я как-то в тот даже момент задумался, что сколько детей, как это, ну, принято, как это дозволено детям в школе, сидели с завистью, слушали Павла, у которого отец самый богатый на тот момент человек в России. Одна седьмая суши, большая страна. И как мало эти дети понимали, какие трудности потом выпадут на этого парня, на его долю. И вот поэтому вот это чувство зависти мы всегда как бы убираем, когда мы вот предмет какой-то, ну, видим, что мы хотели бы себе там получить, мы всегда убираем вот это вот страдание этого человека, мы всегда убираем вот эту грусть, печаль. А мы все люди, ну, независимо из того, у кого больше, меньше денег, мы все равно все страдаем от душевного. Вот мы об этом сейчас поговорим буквально через несколько минут, нам нужно прерваться. Золотая молодежь, серебряная ложечка во рту помогает или мешает дальнейшей жизни, выясняем сегодня с Еленой Лукьяновой. А что у нас в голосовалке? А также с Мансуром Абдул-Муслимовым, предпринимателем, который затронул очень интересную тему буквально несколько минут назад о том, что такое зависть. Мы сейчас продолжим эту тему, давайте только послушаем пачку звонков, а то он не разрывается тут у нас. Алло, здравствуйте. Добрый день, или вечер уже, Александр. Вы знаете, вы немножко не с того начинаете. Вы, так сказать, здесь все так гладко у вас. Вот Елена Лукьянова, специалист по праву. Вы скажите, пожалуйста, как устроено право? Вот сейчас право устроено в интересах правящего класса. Ведь так, поэтому все это творится, безобразие. А какое безобразие это творится? Подождите, подождите, Александр. Вот спасибо вам огромное за ваш звонок. Спасибо за ваш звонок. И просто ответить за секунду на ваш вопрос невозможно. Давайте мы примем эту тему на будущее и специально поговорим о том, что такое право, в чьих интересах оно устроено и как оно формируется. Договорились, потому что это не вопрос минутного ответа. Это очень серьезный разговор. А можно я попытаюсь буквально в течение 10 секунд ответить на вопрос, Александр? Я просто уже включила звонок, поэтому давайте услышим, что все хочет нам сказать наш слушатель. Алло, здравствуйте, говорите. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Будьте добры, я вот хотела бы по поводу молодого человека, который у вас в студии. Я, может быть, что-то прослушала, не очень поняла. Этот молодой человек из Резыкне или же, так сказать, корни богатства его семьи лежат в Резыкненском мясокомбинате? Оттуда идет ниточка. Каким образом Резыкненский комбинат дал старт такой молодому человеку? И интересно было бы узнать, а кто-то еще из Резыкне смог так взлететь хорошо? И скажите, пожалуйста, конкретно, вот сколько стоило обучение в этой школе, которую вы так хорошо... Ну, это можно погуглить в любой момент и посмотреть. Все цены в интернете. Спасибо вам за вопрос. Источник богатства – это человеческое сердце. Как Наполеон написал своему сыну завещание, он так и сказал, я завещаю своему сыну свое имя и своих друзей. Это все, что ему понадобится, чтобы зайти на трон. Вот источник, о котором вы спрашивали, это друзья моего отца, это воспитание, которое мне дали. Вот это источник всей добродетели, которая вообще может быть в человеке. И если у человека, опять же, как говорил Наполеон своему сыну, не горит священное пламя добра в сердце, то все это, поверьте мне, не будет ни на благо, ни впрок, а это все будет во зло. А вот скажите, пожалуйста, немножко провокативно, естественно, но вопрос не могу и не задать. Конечно. Понятно, что вот так сложилось, да, история не переписывается, не знает никакого сослагательного наклонения и так далее. Но вот вы как думаете, что если бы у вас не было вот такой вот поддержки источника, души, папы, друзей, резекны и так далее, то есть не было бы того, чего вы здесь сейчас имеете, да, не было бы, соответственно, скорее всего, швейцарской школы, скорее всего, не было бы там друзей императоров, султанов Берне и наследников. Кстати, я хочу заметить, что никто из них мне другом не стал, что самое интересное. Условно, да, все-таки. Понимаю, да, да, но просто такая ремарка, что никто из этих людей, то есть я никогда в жизни ни с кем не сдруживался ради каких-то привилегий, ради каких-то вот материальных выгод. Я считаю, что это недостойного мужчины поведения. Поэтому, к сожалению, если бы немножко вот я был бы более такой прагматичный человек, то я бы наверняка сдружился бы со всеми этими замечательными людьми, как-нибудь привез бы их всех в Латвию, но мы оказались немножко разного воспитания. Вот, ну, все-таки я продолжу, да. И вот если бы вот этого всего не было, вот все эти подушки безопасности, да, и очень мощные стартовые площадки для того, чтобы вы смогли получить прекраснейшее образование, узнать мир, показать мир у себя, открыть собственный бизнес, о котором тоже, ну, вы потом скажете пару слов. То есть не было бы ничего, вы были бы простым, таким же чеченским парнем, который бы, ну, отучился бы в государственной школе, и дальше что? Вот как вы думаете, вы смогли бы сделать какую-то мощную карьеру, вы смогли бы получить какое-то интересующее вас образование? Да, я уверен, что смог бы. То есть можно и без... Ну, это такой гипотетический вопрос, как бы, да, мы сейчас можем фантазировать, да, как было бы, если бы, но я считаю, что без всех этих материальных, да, каких-то благ остаётся моё воспитание, остаётся моё какое-то осязание этого мира, какой мой отец, моя мать, которые направляют меня в этой жизни. То есть это бы всё осталось, а что ещё нужно? Если многие радиослушатели не знают, то я поделюсь с вами, по исламу рай у ног матери. Поэтому пока у человека есть мать, ему ничего в этой жизни не нужно. Главное, чтобы она была в сохранности и целости. Даже не знаю, что сказать. Они мили, они мили, я тоже. Давайте тогда на этой, наверное, немножко патетической ноте. Это очень мажь. И чувствительной, да. Послушаем, помогает ли или не помогает серебряная ложечка Ксении Анатольевне Собчак. Ну, слушайте, мне кажется, что у каждого человека просто при рождении ему даются какие-то свои испытания. И нельзя сказать, какие у них важнее, какие легче. Они просто очень разные, да. И даются они людям, рождённым в той или иной семье, по разным причинам. Я в этом смысле человек, который верит, что мы не случайно рождаемся у всех или иных родителей. И, соответственно, сами испытания тоже, они просто разные для детей, скажем так, рождённых в благополучных семьях. Испытания, ну, как Макаревич пел в той песне, там, они бесятся от того, что им нечего больше желать. И это тоже серьёзное испытание, потому что большинство этих детей никем не становится, добиваются, наркотики и прочее, прочее, прочее. И таких примеров мы знаем огромное множество. Когда люди, рождённые в благополучной семье, заканчивают свою жизнь от передозировки. Никто о них ничего не слышит, кроме каких-то кучажей, автомобильных аварий и так далее. И, ну, я бы не права на себя смелой судить, что это испытание менее серьёзное, чем родиться в семье необеспеченной, пытаться куда-то вырваться и что-то самому делать. Это просто разные виды испытаний. Поэтому, ну, я могу сказать следующее, что среди огромного количества детей, партийных функционеров, чиновников, лекарств, я мало знаю людей, которые смогли стать большими личностями, вырваться из потеней своих родителей и стать и реализоваться самим. Это на самом деле не так просто, потому что рядом с тобой выдающиеся люди, которые всегда лучше тебя, всегда делают всё правильнее, они востребованы, они знамениты, они признаны. И ты тоже как бы живёшь к теме их большого успеха. И это тоже огромное испытание и огромные травмы для многих людей, которые просто лишаются. Да, вот это, кстати, тоже серьёзный аспект, который может давлеть на судьбу человека. Но это в основном всё-таки касается больше, наверное, детей известных родителей, популярных, имею в виду в этом смысле, не просто известных бизнесменов, там, в общем-то, полегче выбирать свой путь, а там дети артистов. Ну, хорошо, вот мы видим, мы видим, что Миша Ефремов родился в семье двух звёзд. И, в общем, он поспорил с известностью собственных родителей. И, мне кажется, даже отчасти выиграл этот спор. Да, но это всё-таки не так часто бывает, всё-таки согласись. Да, мы будем сейчас перечислять по именам, чтобы никого не обижать. Ну, не даваясь историю. Мне очень понравилось, что Ксения Анатольевна сказала насчёт испытания. Вот это прям было идеально сказано. Это даже красиво добавляет то, о чём мы говорили до этого, о зависти. Мы не знаем, какие у человека испытания. Всё в этой жизни я делю на испытания, наказания или награды. Все события, которые с вами происходят. Я вот в три вот эти ранки его записываю. И очень хорошо она сказала, потому что даже вот, ну, если немножко тоже вернуться. Я помню, как в мой класс пришёл сын Алан Делона. Его также зовут Алан Фабиан Делон. В 17-летнем возрасте этот мальчик уже два раза лечился и был в реабилитации от наркотической зависимости. Вот, пожалуйста, казалось бы, казалось бы, живи, не знай грусти, печали, твой отец известнейший, величайший актёр, секс-символ там всех времён народов. И, пожалуйста, у него такая тяжёлая судьба. У этого парня, когда смотришь ему в глаза, боль, страдания, недосказанность, непонятость, ад для окружающего мира всем кажется. Ну, это же золотая молодёжь, ну, он же родился с серебряной ложкой, он там на обложках журнала. А на деле это очень-очень такое, как бы, ну, заблудшая душа, которую вот как бы, которую просто жалко, наверное, больше всего. Да, задумались. Да, на самом деле, потому что мы, конечно же, никогда не знаем, да, что за ширмой. Мы никогда не знаем, вот мы видим только золотой блеск в основном. Ну, это я сейчас не к тому, чтобы, ой, какие бедные золотые детки, а ой, давайте их всех срочно пожалеем. Нет, конечно. Ну, мы четверо детей Михаила Ходорковского, Павел Старший, младшим двойняшкам, они, у них папу арестовали, когда им был годик. Три. Три. И выпустили, когда им было тринадцать. Кошмар. Вот испытание. Это испытание, да. Нет, но это все-таки тоже непоказательно очень, несмотря на то, что это был один из богатейших, богатейших человек в России в свое время, и сейчас не бедный. Но это совсем не дети с серебряной ложечкой, они настоящие такие человеки. Все это воспитание. Нет, это не значит, что как хозяин Икеи, который катался на велосипеде до своей смерти, который там третий, пятый богатый человек, как Артега. То есть, ну, примеров таких куча, и в основном, если мы берем вот эту пятерку самых богатых людей сегодня, там, Джефф Безос, Бернар Арно, хозяин Луи Виттон, да, то есть, ну, все эти люди, мы видим, как они свою вообще семейную и рабочую иерархию простраивают. Сын Бернара Арно, богатейшего человека Европы, работает в Римоше. Римоше – это компания-конкурент Самсонита по чемоданам. Он не выбрал себе Луи Виттон, он мог возглавить любую компанию отца, туда входит Луи Виттон, Майот, Хеннесси, Хублот, Зенит, так, любую престижную мог взять. Он взял самую тяжелую компанию из всего портфеля своего отца. Это о чем-то говорит, это говорит о воспитании, это говорит о амбициях, это говорит о том, что сын хочет доказать, что он достоин своего отца. И любой сын, который гордится своим отцом, должен вообще вот так вот себя вести, я считаю. Давайте послушаем звонки. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Александр. Знаете, вот касательно советского времени, вообще термин «золотая молодежь» с большой натяжкой вообще применим. Я вот лично в моем классе учился и сын министра союзного министерства, и сын члена ЦК, и расхитителя социалистической собственности, и зубного техника, и кого там только не было. И все мы были дружны, ходили друг к другу в гости, и отличий я не видел, откровенно говоря. Может, у них родители были достоинства, которые воспитывали своих детей в нужном ракурсе. А вот то, что касается вообще различия того термина «золотая молодежь» и все остальные, понимаете, она узаконена. Вот социальное неравенство в нашем мучестве, которое зовется рыночным или капиталистическим, она предполагает вот такое расслоение и, значит, такую-то иерархию. Здесь вопрос в чем? В самом деле, значит, если мы все равны перед Господом Богом, да, то в конце концов каждый, который производит на свет своих детей, видит в них, ну, какого-то продолжателя своего дела, значит, или надеется, что это будет таким образом сделано. Поэтому, значит, вот весь вопрос, наверное, к родителям – это раз. Во-вторых, наверное, в обществе должны существовать социальные лифты и равенство перед законом. Вот насчет равенства закона нет ни одной страны в мире, где все равны перед законом. Извините, дети известных фамилий и дети, у которых родители имеют состояние, перед законом равнее. А вот насчет социальных лифтов, вот скажите, в России они существуют или нет? Это госпожа Лукианова, она все-таки больше знает об этом. Спасибо. Ну, в России очень плохо с социальными лифтами, на самом деле. И это тоже предмет отдельного разговора. Насчет закона я как раз вот не совсем с вами соглашусь. В тех странах, где действуют принципы верховенства права, рула в лоу, там все-таки с точки зрения равенства перед законом ситуация намного лучше. Ну, вот мы знаем, по-моему, вчерашняя новость, что внук Назарбаева предстал перед Высоким судом Лондона. Ему сейчас ищут клинику для наркозависимых, потому что при попытке суицида он покусал полицейского, который пытался его спасти. Вот такая история. Да, это, по-моему, вчерашняя или позавчерашняя новость к вопросу о равенстве перед законом. А вот по советским странам, практически всем по социалистическим странам, до рула в ло еще надо учиться, учиться и учиться. В том числе, искореняя коррупцию в правоохранительных органах и в органах правосудия. В том числе, выстраивая нормальную систему выборов, чтобы парламент не создавал таких законов, которые были бы неравны. Но, повторяю, один из первых слушателей задал этот вопрос. Это предмет отдельного и очень серьезного разговора, который мы обязательно сделаем темой одной из будущих передач. А сейчас еще послушаем звоночек. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Ну, фразы. Огонь священного добра в сердце. Ну, вот, где этот огонь священного добра в сердце, где его видишь? Это раз. Серебряная ложечка во рту. Я так приземлю эту фразу образную. Ее можно просто проглотить. Из желудка достают не только ложечки, и вилки, и все остальное. То есть, вот, значит, ложечка во рту. Что она дает кому? Получается, что как будто... Вот, смотрите, трамплин для людей. Вот я когда-то выпил, трамплин разбежался и приземлился на лицо. А другие люди грамотно прыгнули и выиграли приз. Так что вот, как бы, ну, абсурдно немножко вот это... Толчем воду в ступе. Спасибо большое за ваше мнение. Это тоже было интересно. Не очень поняла аллюзии про трамплин с лицом, но тем не менее. Я так понял, что имеется то, что у кого-то получается, у кого-то не получается. Ну, если такая была тофтологическая метафа. Ну, естественно, у кого-то получается. Ну, подождите, подождите. Мы говорим совсем о другом. Мы говорим о том, является ли это толчком, является ли это действительно серьезной помощью в жизни. Или это для тебя, или это в основном все-таки для людей, у которых та самая пресловутая ложечка, это является каким-то ермом, который тебе нужно тянуть, и который, скажем, тяжело. Вот как Лена говорила на своем примере, что это было достаточно тяжелое время. Получается, что все упирается в человека и в его характер. Для кого-то и бедность является главным мотиватором добиться чего-то, а для кого-то, наоборот, он с нею свыкается. Как говорил мой близкий человек, которого уже с нами нет, что не стыдно быть бедным, стыдно быть нищим. То есть для каждого человека мотиватор, какой-то импульс мотивационный будет тот, куда он его заложит. Подождите, можно я про трамплин? Какая разница? Качественный прыжок с трамплина – это тоже вопрос тренировки. И хороший спортсмен не будет таковым ни до седьмого, до десятого, до сотого пота, не тренируясь в качестве прыжка. То есть это вопрос трудолюбия. Ну да. Почему стоит быть нищим? Какая разница между янами? Потому что нищета, она духовная, она всегда из души идет. Человек может быть беден, но при этом быть добродетельным. Добродетель не отменяется. А человек, который уже как бы, ну, все свыкся вот с этой своей нищетой, он уже, получается, ушел немножко от веры. Он, получается, не верит, что у него получится, что ему земля эта даст. Получается, его намерения не совсем правильные, не совсем добродетельные. Вот в этом плане. Ну вот вы считаете, все-таки, по-честному, помогло вам ложечка в жизни? Я говорю, невозможно так судить. То есть, ну, я столкнулся вот с этим миром материализма. Я не знал, что такое многие вещи. Там вот именно эти семьи, эти фамилии. Мне они ничего не значили, когда я учился в Пурцемсе, в школе, выходил со занятий. И мне надо было удостовериться, что никакие там грабители не подстерегают где-то. Потому что у меня, ну, семь братьев и сестер родных, двоюродных учились в моей школе. Я был старший. То есть, это была вот на тот момент моя главная задача и мое главное бремя, которое я нес. Потом, когда я перенесся вот в эту платформу, то есть масштаб поменялся. Тут я был в Пурцемсе, тут я теперь там в Женеве, условно говоря. Поменялся просто масштаб. Это такие же люди, это все то же самое. Как мы говорим, там, помогает, не помогает. А бедность тоже, кому-то она помогла. А вот хозяин Зары, беднейший человек был, все на своем горбу сделал. Сейчас самый богатый человек в мире на текстиле. Человек добился всего на текстиле. Это удивительно. Казалось бы, да, сегодня у нас там IT-технологии, нефть, там это, это. Нет, вот текстиль. Ну, одежда всегда нужна. Пожалуйста, да. Поэтому, поэтому, все, как говорил Альберт Эйнштейн, относительно. Главное, мне кажется, и к любому вообще классу, там, если мы говорим золотая молодежь, такая, такая, такой класс людей. Главное относиться к людям по-человечески. Нет, я с вами абсолютно согласна. Человека любим каким-то. Чисто по-человечески. Вот мне, например, вот я сейчас сижу и ловлю себя на мысли, думаю, я хотела бы, чтобы у меня была серебряная ложечка во рту. Да, я хотела. Я бы хотела быть. Логистически многие вещи были бы вам проще, если было бы так. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы, конечно, когда, я прекрасно помню, как мы жили постоянно впроголодь, не было какой-то одежды, ну, необходимой, не то чтобы излишней, а необходимой. Но, видите, вас-то сделало тем, кто вы есть, эти испытания. И ужасно хотелось бы это всё вот зачем-то не переносить в детстве. Хотелось игрушки. У меня первая кукла появилась, ах, ужас, какой в 9 лет. Ну, настоящая кукла, большая. Вот. Ну, конечно, мне бы хотелось её иметь в 2 года, там, да, или в год, а не в 9. Вот. И да, я бы, наверное, хотела. С другой стороны, так вот смотришь, кому-то действительно, как вы, это видно, что это реально успешный такой пример серебряной ложечки. Вы привели в пример, там, да, сына Ландлона, там, ну, и мы знаем, к сожалению, много таких примеров. Они очень грустные. Люди ломаются, имея такую же серебряную ложечку во рту. Ну, в общем, не можем мы прийти к единому мнению, естественно. Тут нет, будет одного консенсуса. Она не будет, да. Вот, например, в нашем голосовании на сайте, на Фейсбуке, на нашей странице, на сайте Болткома, мы запустили голосовалку, и там 73% считают, что, да, это привилегия, серебряная ложечка. Вот, и оставшиеся считают, что это всё-таки ермо. С утра на 2% снизилось количество, которое всё-таки считают. Всё-таки 2% мы переубедили. Да. Большое спасибо, что были с нами. Спасибо, что пригласили. Оставайтесь на радио Болтком. Очень приятно было нам поговорить в прямом эфире с Мансуром Абдулмуслимовым. Мы обязательно ещё встретимся. Видите себя плохо традиционно, пятница же. Продолжение следует...